И так завершаем чтение нашей книги Хачру и Кур'ан И следующий, двенадцатый пункт Шейх назвал его Хачруль Хивз То есть оставление чего? Хивза То есть именно оставление заучивания, зубрежки Кур'ана Когда человек заучивает Кур'ан Не просто читает, не просто размышляет А именно заучивание Кур'ана И многие люди в это тоже попадают Не заучивают Кур'ан наизусть Ограничивается самым-самым малым Фатиху заучили И в Аллахе, как я часто пример привожу, есть такие братья Вот они лет пятнадцать, наверное, уже намаз читают И вот как он читал в намазе своем В первом ракаате Сура Аль-Фатиха И добавлял Суру Ихлас Во втором ракаате Сура Аль-Фатиха И добавлял Сура Аль-Каусар Проходит десять-пятнадцать лет За это время можно десять кратов выучить уже Кур'ан Они вот так и это почему? Потому что что? Сделали Хачруль Хивз Оставили Хивз Они не учат, они не видят в этом смысла Просто заучивать Кур'ан То есть свой багаж заученного пополнять А есть ли в этом смысл? Вот шейх об этом в этой главе и говорит Во-первых, опять же, напоминаем Что такой человек, который оставил что-либо Из заучивания Кур'ана Он все равно уже считается тем, кто оставил Кур'ан В чем-то, хоть в чем-то, но оставил А пророк, салли Аллаху, алейху ассалям Просил дуа, как Аллах, салли Аллаху, алейху ассалям В Кур'ане говорит об этом И сказал посланник И вот из видов оставления Двенадцатый вид, который приводит шейх Это оставление заучивания Кур'ана И говорит он И большинство людей, конечно, к огромному сожалению Не дают насладиться сами себе Не дают насладиться своим душам И не дают подпитки своему разуму Почему сюда показываю? Своему разуму Потому что разум и сердце Так ведь Не дают подпитки своему разуму И своему сердцу Посредством Зубрежки Кур'ана Заучивания Кур'ана наизусть А что действительно полагается Что следует Проявить мусульманину Относительно Кур'ана Чтобы он заучивал из Кур'ана Столько, сколько сможет Вот сколько сможет заучивать Никто тебя не требует Чтобы ты Все, вот у тебя есть Кур'ан Завтра задай мне, пожалуйста Будь добр Нет И так же можно привести пример Какой бы он ни был Субханалла Когда люди идут там в армию Вот есть же вот немножко Как их назвать Ну так Обезбашенные люди Есть же, которые вот Да, патриоты Такие прям вот они Иссар Вот такие Вот им говорят Заучить присягу Они Она у них от зубов От всяких Вот так ведь присяга Мы говорим о Кур'ане Калямула Речь Всевышнего Аллаха Субханахватали Его слова Его обращение к нам Как ибнуликаем Если не ошибаюсь Так же примеры часто приводят Вот элементарно Когда человек Кого-то любит Может быть Кто-то из вас Тоже вспомнит Может там во время Допустим Как только они поженились С супругой Она какую-нибудь смс-ку Напишет красивую И ты ее раз перечитал Два перечитал Три перечитал Ты заучил наизусть Уже эту смс-ку Или там Любой любимый человек Скажем так Любимый человек Когда тебе что-то написал Ты ее перечитываешь Перечитываешь Ты загучиваешь То, что в нем сказано Или там Твой любимый поэт Или там Может быть Раньше там Песни какие-то Любимые были Певцов И так далее Ты их наизусть знал Субханаллах Речь Аллаха Его слова Его обращение к нам Человек должен любить Это Заучивать его слова Это слова Которые ни с чем Не сравняться Ни с чьими словами Не сравняться Поэтому Следует Мусульманину Уделить внимание На заучивание Именно слов Всевышнего Аллаха Субханаллах И в действительности В Коране Есть то Что каждый мусульманин Обязан заучить То есть Какую-то часть Кто-то скажет А что сейчас Обязательно Что ли Весь Куран Заучить Каждый должен Весь Куран Наизусть знать Нет Не должен Но В Куране Какая-то часть Ее обязательно Есть такая часть Которую обязательно Каждый верующий Должен знать Вот хочешь Не хочешь Все От этого Никуда ты не уйдешь Как это приводится Сборники Имама Аль-Бухари Номера нужны тебе? 756 Также Имам Муслим Приводит Под номером 394 Мин-Хадиси Говорит Хадис Приводит Подвижник Убад Будет доволен Им Аллах Говорит Нет намаза У того Кто не прочитает Открывающее Писание То есть Сура Аль-Фатиха Не будет намаз Действительно У того Кто не прочитает Сура Аль-Фатиха Из этого Мы понимаем У нас есть Правило Фихи Маляя Тим Муль Ваджбу Илля Беги То Без чего Не достигается Ваджб То тоже Становится Ваджбом Намаз Для нас Пятикратный Столпы Ислама Так ведь Ваджб Читать Если Намаз Наш Не будет Правильным Без Фатихи Значит Заучить Фатиху Тоже Является Ваджбом Исходя Из этого Вафисахи Аль-Бухари Также У сборники Имама Аль-Бухари Под номером 793 Также Имам Муслим Приводит Его Под номером 397 Приводится Хадис Абхурайра Да будет Доволен им Аллах Что Пророк Зашел В мечеть Однажды Потом Зашел Мужчина За ним И помолился Затем Он Пришел Просто Помолился Пришел Пророк И дал Ему Салям Знаете Этот хадис И Пророк Ответил Ему На его Салям И Сказал Вернись Соверши Намаз Еще раз Ты не Совершил Его Намаз Не считается Вернулся Человек И помолился Точно так же Как он До этого Помолился То есть Ничего Не прибавил Ничего Нового Не сделал Опять Вернулся Пророк Дал Ему Салям Пророк Ответил Кто Кто Послал Тебя С Истиной То есть Всевышним Аллах Я не могу Лучше Этого Совершить Свои Намаз Как Алимни Сказал Обучи же Меня Научи же Меня Расулла Как Тогда Совершить Каля И пророк Салям Сказал Иза Кумто Иля Салати Факаббир Сум Макра Ма Таяссара Макамин Кур'ан Когда Ты Встаешь На Намаз Скажи Такбир Аллах Акбар Скажи Затем Прочитай То Что Было Облегчено Тебе Из Кур'ана Повелел То есть Он Обучил Его То есть Какие Его Упущения Ему Говорил То То Что Он Не Это Считается Из Обязательных То есть Неотъемлемых Частей Намаза И вот Из них Пророк Сказал Затем Прочитай То Что Было Облегчено Тебе Из Кур'ана То есть Какую-то Часть Из Кур'ана Ты Должен Намаз Прочитать А Чтобы Прочитать Ты Должен Заучить Так В этом Также Содержится Указание На Это И Минимум Который Мусульманин Должен Прочитать Намаз Это Сура Аль Фатиха Сура Аль Фатиха Поэтому Как Самим Нужно Уделить Немание На Заучивание Сура Аль Фатиха И как Один Из наших Шейхов Говорил Что Сура Аль Фатиха Субханалла Мы Также Должны Обучать Ее Нашим Детям И мы Должны Не Просто Обучать Соревноваться Ты И твоя Жена По сути Если бы Мы Осознавали Важность Этого Ты Должен С женой Даже Соревноваться Кто Первый Твоего Ребенка Фатихи Обучит Почему Потому Что В дальнейшем Ребенок Каждый День Минимум 17 Раз В день Будет Читать Эту Суру Награды Будет Возвращаться Кому Тому Кто Его Обучил А он На протяжении Всей Жизни Может Будет Ее Читать Так Ведь Каждом Намазе А еще Дополнительные Намазы Если Будет Читать А еще Если Где-то Вне Намаза Будет Читать Других Если Будет Обучать Кому Будет Награда Возвращаться Тому Кто Его Обучил Поэтому Не Давайте Женам Такую Награду Великой Сами Обучайте Фатихи Хотя Бо Фатихи Обучись Сам Ее Читать А как Фак Душей Левер Тот Кто Сам Потерял Не Сможет Дать Поэтому Ты Сам Сначала Обучись Исправь Свои Чтение Фатихи Опять же Если Чтение Фатихи Неправильные Намазы Не Принимаются Так Ведь Иногда Где-то За Имамом Встаешь Валлах Аль Мустан Думаешь Лучше Другой Мечети Буду Следующий Раз Читать Так Ведь До Такой Степень Даже Фатиха Даже То есть Фатиха Не Могут Нормально Прочитать Нет Фатиха Она Должна Быть Заучена Она Должна Быть Правильно Заучена Правильно И Ты Должен Стараться Чтобы Ты Первый Был Из Тех Кто Побудит Твоих Детей Не Оставлять Куран Вот В этом Вопросе А это Хифс Именно В Заучивании А в частности В заучивании Сур Аль Фатиха То есть Не Отдавать Никому Такой Великой Награды Которые Потом Можут Обвернуться К тебе Горами Горами Хороших Дел Поэтому Минимум Это Говорит Шейх Сур Аль Фатиха Передается Тау Саид Аль Худри Да Будет Довольным Аллах О том Что Пророк Сказал И Этот Хадис Приводит Муслим Под номером 672 Что Пророк Саллиллах Алейх Васселям Сказал Если Вас Будет Трое То Пусть Один Из Вас Станет Имамом В Намазе И Больше Всего Заслуживает Стать Имамом Тот Кто Лучше Знает Куран Акра Ухум Сказано То есть Тот Лучше Знает Куран Тот Больше Его Заучил Тот Больше Его Понимает И так Далее Передается Абу Саллиллах Алейх Васселям Сказал Я Умм Ковма Акра Ухум Ликитаб Иллах Имамом Для людей Становится Тот Кто Лучше Знает Куран Фа Инкану Фил Кирог Атис Сава Ан Фа Альям Бис Сунна Если Они Одинаковы В Куране В Познании Курана Осведомлены Относительно Книги Всевышнего Аллаха Субхан Ах Наравне То Тот Кто Больше Знает Сунну Сказал Борок Саллах Алейх Тогда Что Будут Делать Кораниты Все Ничего Не Смогут Сделать Так Ведь Троем Имам Станут И Все Нет Пророк Саллах И Здесь Сказал Тот Кто Лучше Знает Сунну Если Они Равны В Своем Познании Сунны Тот Кто Раньше Из них Совершил Хидру А Если Они Одновременно Совершили Хидру То Люди И Куран Знают Одинаково Относительно Сунны Одинаково Осведомлены И Хидру Вместе Они Сделали Он Сказал Тот Кто Раньше Принял Ислам Из Них В Ла Я Уммэнна И Пусть Не Встает Имам Один Человек Для Другого В Его Владения То Если Ты Домой Кому Пришел Это Его Дом У Него Больше Прав На То Чтобы Он Имам Стал И Пусть В Доме Не Садиться На Его Место Кроме Как Сего Разрешения То Допустим Вы Знаете Пришли Гостиную Ко Мне И Знаете Что Я Нет Так Нельзя Делать Спроси Я Разрешу Чего Я Тебе Запрещу Что Ли То же Самое Имам Допустим Если Брат Говорит Бисмилля Вставай Имам То Проблем Нет Но Без Разрешения Больше Прав У Хозяина Дома Раз И На Своё Место Тоже У Него Больше Прав Этот Хадис Приводит Имам Муслим Под Номером 673 Так же Передается От Аиши Да Будет Доволен Ею Аллах О том Что Пророк Алейхи Вассалям Асказал Человек Который Прекрасно Читает Куран Махер Он В этом Искусно Читает Куран Он Будет Вместе С Посланцами Благочестивыми Благородными Имеет С Ангелами А тот же Говорит Кто Читает Куран И Запинается Во время Его Чтения И ему Сложно Его Читать То Такому Две Награды И как В другом Хадисе Тоже Поясняется То Что Первая Награда За Само Чтение Курана Вторая Награда За Что За Старание Которое Он Проявляет Опять В чем В Заучивании В Чтении Чтобы Добиться Чтобы Стать Искусственным Чтецом Курана Этот Хадис Приводит Имам Аль-Бухари Под номером 4937 И Имам Муслим Под номером 798 Этот Контекст В таком Виде Он Приводится Имам Муслим Будет Сказано То есть тому, кто владел Кураном Тот, у кого был что-то из Курана Будет сказано, читай судный день И поднимайся, возвеличивайся То есть читай тортилем Степенно, как ты читал в этой дуне Степенно, правильно, с тортилем Читай Куран, будет сказано Как ты в этой дуне его читал Точно так же читай, сказано Воясно, твоя степень будет там Как сказать, то есть твоя степень остановится На последнем аяте, который ты прочитаешь Понятно? Если человек весь Куран знал Хорошо его знал, заучил Будет читать, 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 читать Его степень будет подниматься, подниматься Пока не остановится Сможет читать, читать А если, братья, как мы сказали Человек знает Фатиху, Аль-Ихлас и Аль-Каусар Ни в коем случае это не принижение к этим великим сурам Нет, это указание на твою лень Что ты, субханалу, не можешь больше выучить Из Курана, из речи Всевышнего Аллаха Где ты прочитаешь Ихлас, Аль-Каусар И все, на этом остановится Нет, Пророк Саусар сказал Чем больше знает Из Курана, тем больше заучил Тем больше его степень будет Хадис приводит кто? Имам Ахмад Передается от Абдулла ибн Умара Да будет доволен Аллах Имя его отцом От пророка до благосовета Аллаха приветствует Он сказал Нету зависти, кроме как в двух То есть, не дозволена зависть Не проявляется зависть, кроме как в двух вещах Первый, это человек Которому Всевышний Аллах, субханалу, даровал Куран То есть, знание о Куране Что ты из Курана Дал ему заучить И он выстаивает Ночные и дневные часы Читая этот Куран То есть, он выстаивает, читая Куран Ночные и дневные часы Первый человек Второй человек, которому Аллах даровал имущество И он расходует его Свои ночные и дневные часы То есть, таким людям, да, действительно Они заслуживают зависти Тот, который знает Куран И ночью, и днем читает Куран И второй, которому Аллах дал имущество И он расходует его То есть это белой завистью таким людям завидовать можно Этот хадис приводил вам Бухари под номером 7529 Также имам Муслим под номером 715 Следующий хадис передается Также пророк сказал Нету зависти кроме как в двух вещах Или нету зависти кроме как по отношению к двум категориям людей Первое Первое это человек которого Аллах наделил имуществом И он тратил его без остатка То есть на должное То есть на достойное На то что должно быть потрачено То есть в истине Если дословно перевести То есть на дозволенное На благое Поэтому если у человека есть много имущества Ну ты видишь то что он не тратит его на благое Он не заслуживает зависти Наоборот Можно ему что посочувствовать такому человеку То есть Аллах ему даровал Ему еще больше он будет спрошен за это Однако если у человека есть имущество И ты видишь то что он Тут помогает Здесь купил мусхав и раздал Здесь книги передал Купил книги допустим Также раздал для распространения ислама Здесь матраса построил Здесь там еще кому-то помог Здесь бедных накормил Здесь ифтар сделал и так далее То да такой человек заслуживает зависти Вторая группа Второй это человек Которому Аллах даровал мудрость Имеется ввиду знание А и знание само собой знание Кур'ана И он действует Поступает сообразно этому знанию И обучает ему Опять же Кому Аллах Кур'ан даровал Он его заучил Познал И обучает других людей Этот хадис приводит имам Аль-Бухари Номер 73 Имам Муслим под номером 816 Следующий хадис От Абу Хурайры Ради Аллаху Анху Ана Расулел Аллахи Салаллаху Алейху Ассаляма Кал Так же пророк Салаллаху Ассаляма Скал Не проявляется зависть Кроме как двум Первая группа людей Человек Которого Аллах Салаллаху Алейху Обучил Кур'ану И он читает его Днем и ночью Так что слышит его Его сосед Его чтение И говорит Если бы мне было даровано То что было даровано ему То я бы делал так же Как делает он Второй человек Опять же Человек Которому Аллах Субхана Ана Хуаталля Даровал имущество И он расходует его В нужном направлении То есть должным образом И тот кто его видит Какой-то человек Говорит Если бы мне было даровано То что было даровано ему То я бы совершал То что совершает он То я бы точно так же Расходовал туда-сюда Эти примеры Которые мы привели Этот хадис Приводит имам Аль-Бухари Под номером 5000 Д26 Это то что Шейх упомянул Из видов Оставления Курана Двенадцать Далее В предпоследнем Пункте Или в предпоследней Главе книги Говорит Шейх Решил заострить внимание На такой вещи Как Мадарис Ваджамиат Ли хачрил Куран Странно Говорит Школы Университеты Если дословно перевести По оставлению Курана То есть какие-то Учебные заведения Которые Построены для того Чтобы оставить Куран Что вы думаете Оксфорд Гарвард Нет Далеко не об этом речь И это Братья Шейх говорит Как бы больше Его местности Касается Что есть Официальные школы И так далее Мы же можем просто Как аналогию провести Не обязательно Это должна быть Школа по обучению Курана У нашей местности Это мало Так ведь Чтобы была какая-то Школа по обучению Курана Или университет По обучению Но у нас есть Где Куран Каким образом Здесь вот изучать Они обучают И так далее И так далее И так далее Смотрите, важная мысль. Те, которые оставили Кур'ан, любым из видов оставления Кур'ана, которые были вышеперечислены нами, значит, мы можем вынести такое примерно предположение, что относительно сунны, скорее всего, они еще больше отдалились. Если они отдалились от Кур'ана, почему мы говорим, что они оставили Кур'ан? Заучивают же, таджвид же знают, мы говорим, это всего лишь две двери. Но однако эти две двери открывают огромные врата к самообольщению. Когда он что-то из Кур'ана заучил, знает таджвид, все, у него нос задирается до такой степени, что ему кажется, что уже остальных дверей нет. А если человек знает, что дверей Кур'ана много, ему надо размышлять, ему надо самому делать дела в соответствии с этим Кур'аном, ему надо заучить, ему надо читать, ему надо лечиться с Кур'аном, ему надо решения свои, помните же 11 пункт, чтобы выносить какие-то решения, опираясь на Кур'ан тоже. Вот это все надо, ему надо, надо, и он будет стараться это делать, ему некогда нос задирать. А человека, которого ограничили, сказали, вот ты должен изучить Кур'ан, он говорит, а в чем заключается смысл изучения Кур'ана? Таджвид знай, заучи, правильно читай. У-у-у, пожалуйста, бисьмилля, заучил и считает, что все, он там алим такой-то, такой-то шейх стал, кари и так далее. Он для себя сам двери закрыл. А кто ему это навязал, вот эту мысль? Его учителя? Где? Вот в этих мадраса, так ведь? Поэтому эти мадраса, они как будто бы внешне, да, обучают Кур'ан, на самом деле, что обучают оставлению Кур'ана. Оставлению полноценного совершения деяния в соответствии с Кур'аном. Вот в чем смысл. И вот шейх и говорит, то что, если они, говорит, даже каким-либо из видов оставление Кур'ана оставил, то значит, сунну-то он тем более оставит. То есть, если даже они к Кур'ану так относятся халатно, то к сунне тем более. Потому что они оставили основу, фундамент, на котором сошлись все группы мусульман. Кто бы из мусульман не был, но все скажут, да, Кур'ан учить хорошо. То есть, в этом разногласий нет. В сунне, кораниты, ладно, отошли, сказали, нам сунна не нужна, туда-сюда и так далее. Дальше, еще дальше. Но, Субханал, ну, Кур'ан, это же основа, без этого никак. Скажешь, я мусульманин, но мусульманин не по Кур'ану. Какое-то у меня другое описание свое. Скажешь, какой ты мусульманин, ты что, никто то есть об этом. Поэтому, говорит, они оставили вот основу, на которой единогласны все группы мусульман. Это Кур'ан. Поэтому, если они отвернулись от него, то получается, от всего остального, из пророческой сунны, они еще больше отвернулись. Ну, так и есть, чаще так и бывает, то, что человек, который не изучает Кур'ан, не читает Кур'ан, не заучивает Кур'ан, у него смысла и не спрашивать. Хадисы вообще, православие, которые он изучил и знает, прошел и так далее. И тем более, говорят они, больше всех отклонились и дальше всех, и даже проявляют ненависть и вражду по отношению к манхадью наших салифов. Именно, то есть, к пониманию сподвижников. От него, так они вообще уже там. Если уж от Кур'ана отошли, то от сунны тем более, и чтобы что-то говорить про правильный манхач и про следование сподвижникам, их пониманию тем более. И где бы ты, дословно сказать, где бы ты не приземлился, где бы ты не остановился, где бы ты вот так просто для себя даже вот все же в разных городах были и так далее, ты можешь наблюдать следующее, что ты таких людей найдешь, которые дальше всего от Кур'ана, а не дальше всего от сунны. Дальше всего от сунны, дальше всего от манхаджи салифов такие люди. А те, кто ближе к манхаджи салифов, ты видишь и Кур'ан у них в порядке, и сунну у них в порядке и так далее. То есть, где бы ты, в каких бы республиках, каких бы странах, где бы не наблюдал, одно и то же. Поэтому, говорит, о Рабе Аллаха, то есть побуждаю вас, завещаю вам Кур'ан, знайте его, изучайте его и заучивайте его. Сколько бы ты не отдал себя Кур'ану, ты увидишь, благо в тебе будет только приумножаться. Вот чем ты больше себя Кур'ану посвящаешь, тем больше хайра в тебе. А чем больше ты будешь отдаляться от Кур'ана, тем меньше будет становиться то благо, которое есть в тебе. То есть, благо в тебе будет меньше, меньше, меньше. Поэтому, говорит, не отстраняйте людей от правильного, истинного изучения Кур'ана посредством ваших партийных всяких сектанских хизбийских университетов. То есть, действительно, может быть, где-то какой-то кружок, там изучают Кур'ан, аля тарика тис-салев, как говорится. Понимают его, смотрят о сердце подвижников, размышляют над ним, задумываются, как может дела делать в соответствии с этим. Какие полезные выводы мы извлекаем из того, что прочитали, узнали и заучили. Как мы можем это воплотить в настоящее время в жизнь, вот эти аяты, которые, допустим, «Я и ухалятин ааману, ауфу бил ухуд, о тебе, которые веровали, соблюдайте договора, есть ли в наше время договора, можем ли мы соблюдать договора, или это нас не касается». Вот об этом размышляют, как мы воплощаем Кур'ан в жизнь, задумываться и так далее, как сподвижники к этому вопросу относились. Есть какой-то кружок, в котором вот это изучается, делается, заучивается, исправляется чтение, в то же время таджвид и так далее, вместе читают. Они говорят, нет, давай лучше вот ты к нам приходи, сюда-то, сюда-то на урок, вот мы изучаем Кур'ан. После того, как ты у нас посидишь, мы тебе еще и свидетельство дадим, что ты вот отсидел, сейчас модно это у нас там недельное, двухнедельное какие-нибудь дауры там, да, семинар по Кур'ану прошел. Вот тебе сертификат, вот тебе грамота, вот тебе диплом и так далее. Не отвлекайте нас вашими дипломами, сертификатами, ложными грамотами от истинного изучения Кур'ана в том виде, в котором он должен изучаться. От того, что мы свои языки поправим немножко, вы только, как мы до этого говорили, самообольщение в нас взрастите, что мы будем думать. О, смотри, у меня вот такая грамота есть, у меня вот диплом, хочешь оспорить его, что ли? У тебя ты вообще, да раз, это фейн, ты где учился вообще? И так далее. Где ты изучал Кур'ан? Ну, в кружке изучали с шейхом, который у своего шейха, и что? То есть, понятно, да, о чем речь? Вот шейх и говорит, то есть, и не отдаляйте, говорит, людей своими университетами, маркозами, громкими лозунгами, грамотами и так далее, людей от истинного изучения Кур'ана. Да, пусть это будет кружок какой-то маленький в уголке, тихо, никто не знает, грамот не дают, не этот. Однако, что? Награду Аллаха, Тамара Паталя. А латихия махаддатун лил Кур'ан. А ваши, говорит, университеты, они что, воюют только с Кур'аном, и все. Понятно, да, в каком смысле, то есть. И пример приводит шейх, говорит, Кам я крауна минал адиллятиль Кур'ания, фитахримит ташабухи бель куфар, вахум я ташабаху набихим. Сколько мы видим из участников подобных кружков, из тех, кто учится в таких заведениях и так далее, ежедневно читают аяты, в которых порицается уподобление неверующим. Мы видим, как они уподобляются неверующим в своих повадках, одежде, во всем. Кам я крауна минал адиллятиль Кур'ания, фитахримил хизбия, вахум я дууна и ляль хизбия, лейля нахаруса бахамаса. Сколько они читают аятов, коранических аятов, относительно запрета хизбии, то есть партийности, какого-то сектанства и так далее, джаматства. Мы видим, как они призывают к этому сектанству, партийности, хизбии и так далее. Днем и ночью, вечерами и утрами, как говорится. Кам я крауна минал адиллятиль Кур'ания, фиуджубил зумил хақ, ваттиба'и, вахум ян ауна анху, ванхауна анху. Сколько они читают, произносят ведь они это, читают, читают нараспев, красиво, кто-то как Мишари Рошет, кто-то как Хусари читает, кто-то еще и так далее. Прям вот Махрач у него поставлен биддот и так далее. Читают аяты, в которых сказано обязательность следования истины, если ты ее узнал, обязательность покориться истине, следовать пророку, саллиллаху алейху ассалям. Однако, как они медлительны относительно этого, и мы видим, вообще этого не следует. Кам я крауна минал адиллятиль Кур'ания, фиуд тахзири минал бида'и вал мухдасат фиуддин. Сколько они читают коронических аятов, относительно предостережения от мовшеств, всякой ереси и нововведений в религии. Вахум ямалюнаха. Однако, спокойно их совершают и делают. Ваят тахизуна хадинан, и считают это религией своей и так далее. Потому что, что оставили хаджру тадаббур, оставили размышления. Если бы они поразмыслили над словами Всевышнего Аллаха, где Аллах говорит, сегодня я сделал для вас вашу религию совершенной. Если бы они задумались над словами Всевышнего Аллаха, допустим, в Суре Ашура, или у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии, предписали то, что запретил Аллах. Аллах, если бы они задумались, субханаллах, маулит, который мы справляем. Кто нам его вообще приказал? Аллах? Аллах запретил. В Коране Аллах сделал религию совершенной, совершенной, то есть та, которая не нуждается в каких-то добавлениях и добавках. А кто тогда? Если бы они задумались над этими аятами, понимали бы их, так как понимались подвижники, это не было бы просто таким чтением беглым и так далее. И так далее, и так далее. Можно перечислять сколько угодно, то есть читаются аяты и так далее. А тот, кого Аллах, субханаху, а та аля, решил, захотел подвергнуть искушению, то ты не сможешь защитить его ничем от Всевышнего Аллаха. То есть ты ничем не владеешь перед ним. И последний, но тем не менее важный очень пункт. Шейк говорит, После того, как мы говорили о Куране, о важности Курана, о видах оставления Курана, о том, что мы не должны в это впадать и так далее, важным пунктом является то, что мы должны знать, что сунна, пророк А.С, она не оставляется, это не где-то в сторонке, это не что-то в отрыве от Курана. Нет, сунна является, пречистое сунна, пророк А.С, является тем, что разъясняет нам благородный Куран. То есть сунна является как шариха, муфессира, муаддыха лиль Куран. И вот шейк говорит, Есть ли на это указание в Куране, что сунна является толкованием для Курана? Есть. Аллах, Субханаху А.С, говорит, Бильбайгинати вас зубур, Ва анзальна илайка зикр, литубаййна линнаси мануззиля илайхим, ва лааллахум я тафаккарун. Говорит, Бильбайгинати вас зубур. До этого, говорит, о посланниках, что мы не спосылали посланников, и внушили им, И послали их с ясными знамениями и писанием. И мы не спослали тебе напоминание, для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им было неспослано. Миссия пророка, Субханаху А.С, разъяснить людям посредством своей сунны, то, что им было неспослано в Куране. Это сур-ан-Нахль, 44-й. Возможно, они призадумаются, говорит Всевышний Аллах. Также в сур-ан-Нахль, в 64-м аяте, Аллах, Субханаху А.С, говорит, И мы не спослали тебе писание, только лишь для того, чтобы ты разъяснил людям то, относительно чего они разногласят. Мы не спослали тебе писание, чтобы ты его разъяснил, и не спослали его как прямое руководство и милость для людей верующих. И тот, кто считает, что он, или тот, кто заявляет о том, что он, действует сообразно Курану, то есть совершает дела в соответствии с Кураном. Но я, говорит, делаю по Курану, но Сунна мне не нужна. Сунну я оставляю. Есть такие или нет? Есть такие люди. И оставляет Сунну, то этот человек, мы говорим, самое первое, что он оставил, это Куран. Тот, кто говорит, я делаю по Курану, но Сунну оставляет, мы говорим, ты Куран оставил. Ты не Сунну оставил, ты Куран оставил. Потому что Куран и Сунна, вот это две вещи, не могут быть в отрыве друг от друга. Постоянно вместе. Всевышний Аллах сказал, То, с чем вам пришел посланник, возьмите, примите, а то, от чего он отстранял, запрещал, отстранитесь. Также Аллах Субханаху Атали говорит, И он не говорит по своей прихости, а все, что он говорит, это лишь внушаемое откровение. И большинство вопросов постановлений шариата, они в общем упомянуты в Куране. В общем. Однако Сунна дает нам подробные разъяснения их. Поэтому мы видим намазы, И считается, что отвержением шариата в целом. Потому что кто-то скажет, да, действительно, выслушав наши слова, допустим, или слова шейха относительно Курана, скажет, да, ну так, действительно, это очень важно. Но Сунна я не соглашусь, скажет. Поэтому шейх говорит, не может и так не согласиться. Отвергнешь Сунна, отвергнешь Кур'ан. Будь добр, прими. И это считается вероступничеством ничем иным. Просим Аллах Субханаху Атали благополучия. И воздаем хвалу Всевышнему Аллаху Субханаху Атали, по милости которого завершается все благое. Субханаха Аллаху Абхимдик. Ашхаду, Аля, не отстегфируй ка, ватуду ильик.